всем привет с вами Денис вы на канале sound pro lab у меня сегодня некое чувство дежавю чуть больше года назад я уже рассказывал про акустику barus wilkins 803 правда d3 то есть high-end линейка прошлого поколения barus wilkins обновила это поколение сейчас d4 вся новая линейка вышла и уже сложно назвать это прям новинкой хотя если честно такие серии выходят на много лет и естественно эта новинка будет еще на протяжении нескольких лет но все о них уже рассказали все о них уже слышали а мы не торопились мы внимательных послушали они у нас в демозале можно сказать привыкли к ним и у меня сложилось уже четкое впечатление об этой серии и конкретно a barus wilkins 803 d4 почему 803 потому что для меня на мой взгляд это такие самые ходовые колонки из этой серии это напольная акустика который умеет имеет уже все фишки этой серии но при этом еще разумного размера то есть можно поставить действительно в помещении который не будет огромным даже в 24 квадрата как в этом помещении они уже нормально смотрятся и честно вам признаюсь я слушал долгий долгий рассказ инженеров барус вилкинс о том как они выносили изменения в эту серию там 500 изменений 600 я уже не запомнил я думал что в этом очень много маркетинга и очень мало так сказать итогового результата и к счастью в этот раз я ошибался и к этому мы придем но в целом эта акустика сохранила свой фирменный почерк сохранила свой фирменный дизайн но по факту она действительно вышла на новый уровень ну давайте перейдем к самим колонкам как мы можем видеть это все та же восьмисотая линейка всеми присущими ей фишками во первых это вибро развязанный twitter корпус twitter как вы можете заметить еще стал длиннее теперь он еще больше похож на микрофон говорили что меньше стал похож на мой взгляд сильно больше стал похож но задача в том чтобы во первых уменьшить резонансы и дать больше естественности высоким частотам и кстати теперь две точки крепления корпуса сам twitter это все тот же 25 миллиметровый купол покрытый углеродным композитным материалом в общем ближайший аналог это алмаз и естественно и отсюда название серии даймон дальше у нас идет среднечастотное звено материал континуум все тот же там оптимизировали подвес он там что-то связано с птицами и крыльями вы где-нибудь найдете эту информацию без меня суть в том что среднечастотное звено очень прочная тоже вибро развязаны от основного корпуса и кстати тут визуальное отличие теперь его красят в цвет колонок на мой взгляд стать испортное решение когда она выглядела просто алюминиевым мне нравилось больше но это кстати претензии именно к белой части потому что напоминает эмулированную кастрюлю но это мои заморочки на самом деле ну большинству у нас понравилось больше так ну типа она вся белая стала красивее на мой взгляд слими не было красивее но это ну немножко субъективизма от меня нижняя частотная часть корпуса там все также два динамика профиля их full это композит там из трех материалов естественно сама сам корпус он очень прочный очень толстая специально сделанная согнутая склеенная фанера с огромным количеством распорок это максимально инертная акустика она и была в прошлый раз а в этот раз она стала намного более инертный и в итоговом результате правда стало очень хорошо слышно мы к этому вернемся к звуку потому что больше здесь я хочу рассказать свои ощущения от звучания этой системы но в целом это все тот же очень прочный корпус очень продуманный плотный там сзади как обычно алюминиевая рама на которой клеммы выведены там можно подключаться к ней она же слушать и неким радиатором для отвода тепла хотя на самом деле не совсем не то чтобы так есть откуда отводить тепло но на эту алюминиевую раму смонтирован кроссовер с компонентами от мундов как будто это прям знак качества ну хотя дается на качество так что молодцы вот и от него до тепло рассеивается но на самом деле это алюминиевая рама служит именно точка опоры крепления для корпуса в целом визуально это почти та же акустика с минимальным количеством деталей но по факту изменение огромное количество я слушал там двухчасовую лекцию от инженеров барус вилкинс и думал как это все уложить 10 минут понял что никак поэтому для интересующихся вы можете эту лекцию сами найти и послушать смысл в том что работа была проделана колоссальная я честно вам еще раз признаюсь что боялся что вот эту разницу вот эта вся колоссальная работа которая должна давать разницу можно будет услышать только обладая ушами какой-то койот или летучей мыши ну то есть она будет настолько минимально что просто чуть-чуть обновили систему потому что это high-end это лучшее что может сделать барус вилкинс конкретно и значит изменения будут не настолько есть принципиальной но изменение в звуки на оказались именно что принципиальные то есть и они еще больше чем разница в цене на самом деле что немножко наверно оправдывают эту разницу что конкретно я имею ввиду у меня ощущение сложилось когда мы подключили мест на кстати повезло они к нам давно приехали а предыдущие 803 еще не уехали и я смог включить и старые и новые и напрямую и сравнить и когда вот часто бывает отдельно слушаешь новую акустику небес старый нет такой разницы но тут разница колоссальная акустика стала классом выше хотя казалось бы какой там может быть класс в хаент аппаратуре но во первых она стала намного детальнее то есть еще больше деталей намного лучше сцена она действительно можно ее назвать голографической это всегда была сильная сторона баус вилкинс и в этом плане я не ждал вообще изменений потому что но у сильно лучше то уже сложно представить в такой аппаратуре и в таких акустических системах но здесь больше всего больше деталей больше маленьких нюансов сцена строится еще более ровно правильное и достигается действительный эффект присутствия но это я часто говорю но я последним про хорошие акустические системы рассказываю поэтому да и не зазорно но здесь это все есть и было но в прямом сравнении удивительно насколько больше стало деталей середина при этом похоже это действительно очень качественно проникновенно звучит но что меня удивило насколько эти колонки стали лучше работать в низкочастотном диапазоне в предыдущих было всегда заявлено там что они работают от 40 герц это невозможно было услышать ну не слышно это было и даже измерения показывали что там нет этого а здесь кстати нам получилось спасибо одному из наших дорогих клиентов мы проверили здесь есть 40 герц здесь есть и 60 герц естественно и так далее но это даже не важно измерение во-первых подтверждают заявленный частотный диапазон а главное ощущение от этого баса стал плотный он стал очень четкий и низкочастотной составляющей появилась настоящая осязаемость это особенно слышно когда мы включаем сложные симфонические партии раньше на мой взгляд немножко 803 акустика d3 пасовала здесь здесь же все очень монументально звучит но и в целом сама акустика стала более живой то есть у нее более так сказать энергичный более энергичная подача при этом более естественное удивительно но это акустика звучит во всем лучше чем предыдущие не то чтобы предыдущие стали плохие нет эти стали еще лучше то есть на этот раз барус вилкинс действительно может заявлять о том что то вот такой вот махровый high-end на самом деле насчет лучший колонок в мире это спорно всегда будет спорно и каждая компания будет объявлять что их акустика лучшая в мире но к своему золотому стандарту высшему качеству они действительно приблизились если честно я даже не представляю что они будут сделать серии d5 а на этом у меня все с вами был denis пишите ваши комментарии задавайте вопросы всем пока